всем привет сегодня с фельмени майонез из соусов сибирской коллекции да по-моему они называются бордовая упаковка кетчуп соус на шарап и капуста как раз говорится маринованные маринованные да пусть будет маринованные всем приятного аппетита всем приятного аппетита и лаваш еще пельмяшка тебе надо сбоку могу добавить про лаваш пока не забыл отвечу на комментарии тогда я тоже увидел кто-то прям так яростно обиделся запишет каких пор лаваш армянский я не понимаю почему озвучивать недостоверную информацию лаваш это исконно азербайджанское мочное изделие очень люблю ваш канал и данные ваши видео так все такое я прочитала что он армянский потому что не было так написано самому в вашей упаковке поэтому это написано так сказала на это же не мы придумали там а понятно может он зародился именно и там появился но именно этот лаваш назывался так вкусно такие небольшие аккуратные пельмешки по вкусу кстати да приятные такие я бы не сказал что например их можно выделить среди других пельменей помните на черных у них дороже были прикольные виктория пишет лежан какой у вас обычный перекус чини дня ну вот сегодня мы с костей позавтракали в обед ли она пришла мы с ней пообедали и вот ужин я обычно не перекусываю у меня три приема пищи завтракали мы бутерброды с колбасой с сыром такие горячие бутерброды тортиком скажет как новый вы едите тортик один кусочек на двоих это не с честного не зашел он покупной на обед сосиски не были и шоколадка здесь перец как он зеленый да по вкусу он не пробовал ты еще я в шерму добавляла по вкусу он приятный не острый такой заказала люби нарядной кристины в трех размерах вместе с ним сходим посмотрим какой подойдет вкусная капуста кстати да очень люблю такое . маска насходит кричит все хочет от нас уйти садится около двери и просит на улицу дверь откроешь никуда не пойдет виктория пишет костя скажите пожалуйста что обычно обращает внимание парня на первом свидании вася ну сюда мне кажется это у каждого разные стереотипы на что обратить внимание но самый основной это наверно внешний вид на девушка вам ну или парень да может быть симпатичен по внешним виду или нет остальное уже думаю именно на первом свидании на первый взгляд дальше наверно уже общение какие-то может вообще интересно мне кажется парни не заморачиваются по крайней мере у меня такого не было чтобы я акцентировал на чем-то внимание когда мы начинали встречаться с снежаной может у девчонок там есть до критерий там вот мне нравится такого цвета там волос пары там глаза там еще что-то тому подобное мне кажется парней все гораздо проще просто общий такой целый вид или нравится мне нравится и все у меня по крайней мере как так на что внимание обращала на первом свидании мне кажется если вы зовет человека на первое станет опутаться в приоре нравится и по внешности уже тут не стоит судить она может разонравиться знаешь у всех такие бывают различные например манера общения там еще что-то вы можете о нем узнать что не понравится мне кажется тут сразу понятное или есть контакт или нет на первом свидании еще нашел какой-то от применера полосочку с ней играет котеночек пишет скажите пожалуйста вы ходите в цирк контактные зоопарки или вы не поддержите подобные места мы честно давно уже нигде не были сейчас вспоминаю последний раз мы были в контактном зоопарке на когда еще кости служил в армии но просто зоопарке вот в москве на это это зима было я уже забыла это знаете животных все равно жалко как говорят в самом зоопарке или читаешь тогда то есть это животные но якобы были ранены может и на самом деле например ранены или оставленные маленькие животные то что их убили например да там мать так сказать животного и они бы в неволе погибли я как бы таких забирают на там были вот эти пидвиночки маленькие игры по любом поймали но их до 100 процентов были просто хорина на таком маленьком месте жалко что они там видят просто воду и стены и друг друга больше ничего но из плюсов наверное у них есть кида нет врагов не знаю насколько жизнь их интересно да ты вообще понимает леонид все жалко мария бишь возможно я пропустила расскажите про свою свадьбу как она проходила интересные моменты расскажите как готовились так далее спасибо за видео у нас свадьба была четыре года с лишним уже назад да значит ну четыре года назад уже мало что помнится вообще как мы к ней готовились мне кажется особо сильнее не готовились да как-то все само по крайней мере у меня так было определились с местом свадьба организовываем родители купили наряды договорились фотографами да там не было ничего такого необычного все как-то мне кажется классическая обычная свадьба ну я за то чтобы свадьба была раньше я думала нет все таки стоит там просто расписаться уехать путешествие свадебно например но все таки если выходишь замуж раз навсегда хочется дать белое платье среди родственников мне кажется свадьба это больше для родных денег что там интересного было Ну, прям необычного, по-моему, ничего такого не было, да? У-у. Каких-то там ситуаций. Драк не было. Да, драк типа того тоже не было. Все прошло спокойно. В этом плане. Пилимы мало. Я пока два шампанского на ротах выпила. Пилимы только шампанское. Я за то, чтобы на своей свадьбе не... Вот как показывают клипы, да, иногда. Муж в салате. Я против этого. На свадьбе надо себя вести прилично. Не напиваться. Перед всеми гостями. Не позориться. Выставить себя в таком цвете. Особенно люди, которые видят вас впервые, да, с противоположной стороны, например. Ну, я думаю, это у них останется навсегда в первые впечатления о вас. Мне не хотелось на свадьбе пить. Это только-только тот тост говорили. Или конкурс каким-то смотришь, отсидишь. Пишите, у кого какие были конфузы на свадьбе. Кстати, да, интересно. И показывают невесту. Жених роняет. Или платье, например, рвется. Ужас, да? А еще одно видео видела. Девушка с мужем кусают каравай, у нее череп заклинило. Вот это да. Достаточно страшно. Так она хотела быть главной в семье. А после свадьбы мы поехали в гостиницу. У нас был как раз где проходил мероприятие, неподалеку забронирован номер. Насталья гостиница просто. И прям позавтракали, поехали на второй день на природу. Мы были молодые. И хорошо то, что нам родители, можно сказать, все организовали, все помогали. Мы, наверное, сами еще летали как-то в облаках. Мало было осознанности, да? Ну, если бы, например, сейчас мы делали свадьбу. Я думаю, было бы головных болей больше. Уже все приходилось бы организовывать сами. Ну, и сейчас по сравнению с теми годами свадьбы намного дороже выходит. Ну, в этом плане, да. Кстати, даже ни разу не попил. У меня здесь кофе. С погодой, я еще помню, нам повезло, да? До этого были дожди. Сильные проливные дожди, да. Именно в день свадьбы не было дождя вообще. Хотя говорят, что дождик свадьбы — это хороший знак. Ну, или, может, люди себя так успокаивают? Да, вытешают себя, чтобы совсем обидно не было. Даша пишет, да, рубрика «Кукинг с Костей» — отличная идея. Думаю, многим зайдет. Вот мы хотели снимать, но не сняли выходные. Не было времени. Ну, или желания, да? Время можно всегда найти, было бы желание. В выходные я ездил в деревню, помогал родителям, выкопали мы картошку. Так что потом уже силы и желания особо не было. Мы потом смотрели фильмы. Фильмы смотрели. Я Косте говорю, мы так давно не смотрели фильмы. Мы или работали, когда я была беременна, да, оба? Мы телевизор раньше вообще не смотрели. Вечером стандартно снимали видео, потом отдыхали, все. И так время проходило. Для телевизора вообще у нас что-то не было. Времени не доходило. Иногда хочется просто посидеть и потупить в телевизор. И объелась. Осталось два пельмешка по одному. Не, я не буду. Те черные пельмени, которые мы снимали, надо их еще раз купить. Они были реально очень вкусные. Эти такие средненькие пельмени. Хотя по цене они дороже стоят, чем те. Сибирская коллекция. Эти дороже. Дорогие, да, пельмени. Может еще за упаковку, за марку берут. Ну, состав-то у них так-то хороший. Но вкус ничем не выделяется, да? Что эти пельмени там 300 с лишним рублей стоят, что обычные там взять за 150 рублей. Да. Примерно по вкусу одинаковые. А вот черные пельмешки, у них даже вкус был другой. У них и тесто было очень вкусное мясо. Прям чувствовала, что пельмени, вот я же как будто домашние пельмени. Хотя многие с нами там не согласились, сказали то, что на Мираторг пельмени не очень. Может кому-то не нравится, это понятно. Мне именно они понравились, я другие Мираторги не помню, чтобы... Ну, может не запомнилась просто. А эти мне очень понравились. Будем заканчивать. Спасибо, что смотрели ролик до конца. Не забывайте написать свои комментарии, поставить лайк под видео. Нам будет очень приятно. Всем пока. До новых встреч.